Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы из Школы Жизни. Сегодня у нас беседа номер 14. История спасения. История спасения. Стихийных бедствий, эксплуатации человека человеком, вселенскому обману и так далее. Но важно понимать, что на фоне этого зла разворачивается история Божьего спасения человечества. И разворачивается она фактически с того самого момента, как человек согрешил, оставил Бога и покинул Эдемский сад. Это важно понимать, видеть и знать, потому что в противном случае человека охватывает безнадега, когда он смотрит на это зло. То ему кажется, что зло торжествует, что зло непобедимо в мире. И такой человек, как персонаж Кай из сказки «Снежная королева», в глаз которого попал кусочек льда, он начинает видеть мир в искаженном свете. Он начинает видеть мир во зле. На самом деле, конечно же, в мире есть много добра. На самом деле, зло не сильнее добра и дьявол не сильнее Бога. Более того, Писание, Библия говорит, что победа добра в конечном итоге наступит. Что она фактически гарантирована. Да, друзья, такое бывает не только в сказках. Важно видеть действия Божьи в истории на всем протяжении человеческой цивилизации вплоть до наших дней. Важно еще и потому, что существуют на этот счет различные теории, утверждающие, что, мол, Бог, создав этот мир, устранился и более не помогает человечеству, лишь смотрит на бессильные потуги человека откуда-то сверху. Конечно, друзья, это не так. Бог трудится, трудится ежечасно, ежесекундно, образно говоря, трудится, не покладая рук. Бог постоянно возбуждает в человеке, в каждом человеке, стремление к добру, к поискам лучшего, к поискам более совершенного устройства общества, к труду на благо общества. И вообще, друзья, всякому приходящему в этот мир человеку Бог дает чистую душу, вкладывает в его сердце нравственный закон, который человек может слышать как голос совести. А если бы это было не так, если бы Бог не трудился над нашей жизнью, над нами, над каждым из нас, то зло давно бы уже поглотило всех нас и весь наш мир, и мы бы сами себя друг друга уничтожили. Бог трудится над нами, и поэтому, друзья, во всей истории человечества прослеживается желание вернуть себе потерянный рай. И в мире существует огромное количество религий, пытающихся найти этот рай. И все эти поиски инициированы Богом. И в каждом таком поиске, конечно, есть и заблуждения, но есть в каждом из них много верного. С другой стороны, конечно, дьявол вмешивается и в эти религии, из-за чего много лжи, зла, ложного. В каждой из религий есть, и мы видим, что религия, как социальный институт, она сейчас во многом себя дискредитировала, потому что стала во многом выгодным бизнесом. То есть, можно увидеть даже внутри самой религии борьбу добра и зла. Именно в религии, а не только в мире. Религия есть часть мирового организма, и это важно понимать, чтобы не стать полным отрицателем религии, вместе с грязной водой, вместе со злом религии, и не выплеснуть ребенка. То доброе, что содержит в себе каждой религии. Важно видеть позитивное развитие религий, важно видеть тенденции религиозного развития. Итак, все мировые религии произошли из единого источника, Божьего. Но в каждой из них есть своя цель и своя мера откровений, мера познания. Каждая религия как бы разрабатывает свою собственную делянку, свой собственный участок. Мне нравится высказывание известного православного священника Александра Меня по этому поводу. Религия сказал, что религии суть поиски человеком Бога. А Христос, только не путайте с христианством, это Божий ответ человеку на эти поиски. Давайте проследим сейчас развитие программы Божьего спасения человечества, точно так же, как мы в прошлой лекции, в прошлой беседе проследили в общих чертах развития программы зла. Самая популярная книга за всю историю человечества, Библия, описывает историю спасения человеческого рода следующим образом. Бог избирает для цели спасения всего человечества, одного человека, делает ставку на личность, Бог всегда делает ставку на личность. Избирает одного человека из уже падшего к тому времени человечества, у которого были свои языческие религии. Этого человека звали Аврам, и как говорят еврейские предания, родители Аврама поклонялись языческим богам. Но вот самому Авраму явился Бог, единый Бог, который сотворил небо и землю, и явившись ему, он призвал его на служение себе. Испытав Аврама, Бог нашел его верным, и поэтому он дал ему обетование, обещание, что произведет от Аврама целый народ, а так же сделает его отцом веры, в котором благословятся все племена земные. И Аврам получает от Бога новое имя Авраам, что означает «отец многих народов». Бог, как обещал, производит от Авраама целый народ, еврейский народ, которому Бог дает свой закон, свои скрижали, заповеди Моисея, или Тору, как это называют евреи. Так еврейский народ становится избранным Богом, избранным для определенной миссии. И эта миссия – быть примером для всех остальных народов, стать для них светом, указывающим верный путь в жизни, как нужно жить. Обо всей этой истории повествует первая часть Библии, которую мы называем Ветхим Заветом, которую сами евреи называют «Танах». «Танах» – это аббревиатура еврейская, в переводе означает «Тора», «Навиим», «Пророки» и «Китувим Писание». То есть там «Тора», в «Танах» входит «Тора», пяти книжек, первые пять книг Библии, потом идут «Пророки» и «Писание». В «Танахе» описывается история еврейского народа, вплоть до его рассеяния, в начале нашей эры, в первом веке нашей эры, то есть нашей эры от Рождества Христова. И в том же «Танахе» Бог обещает еврейскому народу, который к тому времени безуспешно пытается соблюдать Божий закон и не может соблюсти, потому что человек настолько пал, что высокие Божие законы он не может исполнить сам. В том же «Танахе» Бог обещает народу Машиеха, царя, который выведет народ во спасение. Машиех, придя в соответствии со сроками, обозначенными в Танахических пророчествах, придя в Израиль, то есть еще до разрушения второго храма, как об этом пророчествовал пророк Даниил, Машиех должен прийти до второго храма, известное пророчество о седмицах. Машиех был не узнан евреями, а точнее против него восстала еврейско-религиозная верхушка, властители дум, евреев, Синедрион. Восстала, потому что сильно испугалась за свою собственную власть. И Машиех, Ишуаха Машиех, как по-еврейски звучит имя Иисуса Христа, Иисус Христос по-гречески, Ишуаха Машиех по-еврейски, Ишуаха Машиех был распят. Вот об этой истории как раз повествует вторая часть Библии, которая называется Новый Завет. Христос был распят, но Он восстал, как повествует Новый Завет, из мертвых на третий день после распятия. И восставший из мертвых, воскреснув из мертвых, Он явился по Своем воскрешении не всем, а лишь Своим ученикам, которыми Он обзавелся еще до Своей смерти. И вот небольшая группа учеников Христа, вдохновленная явлением воскресшего Учителя, Спасителя, Машиеха, пошла по миру с благовестием о том, что наступила полнота времен, и Бог послал миру Спасителя. И всякий, веровавший в этого Спасителя человек, то есть тот, кто принимает его верой, он примиряется с Богом, он становится Божьим Сыном, и такому человеку открывается свободный вход в Божье Царство. Это действительно так, друзья, я свидетельствую, Ваш покорный слуга свидетельствует, что в моей жизни произошло. Это, о чем я рассказывал в прошлых беседах, как атеист встретился с Богом и пережил Божье Царство на земле. Так вот, ученики стали распространять эту весть по всему миру, и эта весть стала быстро распространяться, и христианство стало мировой религией. И сегодня, друзья, христианство – это самая крупная мировая религия, как по численности своих приверженцев, которых насчитывается около 2,1 миллиарда человек, так и по географическому распространению, потому что почти в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община. А ведущие страны мира, да, они вообще являются христианскими, такие, как Соединенные Штаты Америки, такие, как европейские страны, Россия, православная страна. В Библии есть такое пророчество, друзья, что каждое колено человеческое преклонится перед Христом. То есть власть Христа вызывает каждый человек, живущий на земле. В определенное время, конечно. В какое время? Мы можем рассчитать динамику роста христианства. С 12 человек, когда Христос начал проповедовать, в 30-м году нашей эры, до 2,1 миллиарда сегодня мы можем рассчитать динамику роста христианства, верующих во Христа людей. И, зная динамику прироста населения в мире, мы можем рассчитать, когда произойдет исполнение этого Божьего обетования, о том, что всякое колено преклонится перед Христом. Итак, мир становится христианским, это неизбежно, друзья. Об этом написано в Библии. Слово Божье должно исполниться. А что же произошло с Израилем, который отверг Машеха? Израиль, к сожалению, ожидали беды. Сначала он был рассеян. Он потерял свое государство. Он был изгнан римлянами. Храм был разрушен. Иерусалим был разрушен. И евреи вынуждены были уйти из этой земли. И началось большое, большой голод, началось большое скитание евреев по всему миру. Их гнали из одной страны в другую. И они фактически тоже распространились по всем странам. Ибо сейчас невозможно найти страну, где бы не было евреев, не было бы в прошлом или не есть сейчас. Так первые стали последними в истории Божьего спасения. Первые, те, кому впервые открылся Бог, единый Бог. Сегодня, когда истина о едином Боге уже распространилась по всем странам, ее знают все. Сегодня евреи стали последними. И до сих пор им не открыто, что Христос есть в мащеях ихний. И согласно Божьему плану спасения, Израилю последнему предстоит принять Христа. Об этом тоже написано, как это произойдет в Танахических пророчествах, в частности у пророка Захарии, Захариягу по-еврейски, который описывает, как евреи узрят, посмотрят на того, которого они пронзили, и будут плакать о нем, как о сыне своем единородном. Тогда откроются у них глаза, но для этого должен быть излип Дух Святой на них. И вот когда Израиль примет последний мащеяха Христа, вот тогда воцарится мир и Божье Царство на земле. Воцарится, достанет тысячелетнее Царство Христово. И вот именно для этой цели, для принятия мащеяха, Бог, как и обещал в Танахе, вновь собирает евреев, еврейский народ на его древней земле. Это происходит в наших глазах. Это величайшее чудо, когда еврейский народ, который в течение двух тысяч лет не имел своей земли, не имел своего государства, был рассеянием. Такого факта история больше не знает. Бог собирает свой народ на обетованной земле. И все это было, как я уже сказал, друзья, было задолго, еще до Рождества Христова, описано в Танахе, в пророческой книге, в пророчествах, что так оно и произойдет. Что евреи будут рассеяны, и Бог их соберет после долгого рассеяния в одном месте. Ну, о том, что происходит сейчас в современном Израиле, мы как Бог работает с ним в направлении, чтобы Израиль принял Машеха, об этом мы с вами поговорим в отдельной беседе. А пока, дорогие друзья, спасибо вам за внимание, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok